Так, чтобы повторить, что мы раньше говорили, мы хотим быть людьми, которые являются очищенными. Мы хотим быть людьми молитвы, и потом мы станем людьми силой, и потом мы будем люди хвалы. И это становится циклом. Каждый день. Я хочу быть чистым каждый день. Я хочу быть человеком молитвы каждый день. И из-за того, что я помолился, я столкнулся с Богом. У меня есть Его Слово, которое на сегодня для меня. У меня есть Его помазание на мне. Я могу быть использованным им силой. И из-за того, что через меня сила будет, не только я буду хвалить Бога, но люди, которые будут рядом, видеть и не будут хвалить Бога. Мы хотим посмотреть на молитвенное служение Иисуса. Если Иисус был человеком молитвы, тогда мы обязательно должны быть людьми молитвы. И Иисус нам показывает жизнь молитвы. Или другое, жизнь с молитвой. И вообще, когда мы изучаем служение Иисус, 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 Иисус. И его время было использовано с молитвой. Вы можете примерно сказать, что Иешуа ходил с одного молитвенного служения на другое молитвенное служение. И он делал служение, и он как бы служил людям посередине этих двух моментов. И выходит, что его служение текло из этих служений молитв. На что было бы похоже наша жизнь, если мы ходили с одного молитвенного служения на второе молитвенное служение? И посередине молитвенных служений мы служили людям. И в основном, основная часть служения Иисуса не была запланирована. Как мы видим, основное его служение, которое происходило, оно на самом деле происходило, когда он шел с одного места на другое. И самое великое служение, которое мы сможем сделать, это не факт, что будет в церкви. Самое великое служение, которое мы сможем сделать, это, наверное, может быть на улице. Это, якобы, Иисуса перебили. Якобы Иисуса перебили. Но через эти перебивания, он смог служить людям. И люди были исцелены, они спасались, и они были освобождены. Откройте от Марка, первая глава, 35 стих. Мы увидим, как в ранней стадии служения Иисуса, он был человеком молитвы. Первая глава от Марка, 35 стих. Написано, что «А утром, став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Это было одной из самых первых начальных стадий служения Иешуа. Но давайте мы заметим, что он сделал. Когда написано, что молился? Написано, «Весьма рано». Когда еще было темно. У кого это привычка просыпаться, когда еще темно? Нет. 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 Особенно, когда начинает еще расцветать, где-то полпятого, еще четыре. Но тут написано, что Иисус стал рано утром. Он захотел побыть с Богом долгое время в молитве. Чтобы он мог быть приготовленным к тому, что Бог будет и хочет делать среди дня. То, что мы начинаем утро, так и пойдет целый день. Ваше поведение утром составит характер целого дня. У кого из вас было плохое утро? У кого из вас было плохое утро? А потом, наверное, у вас был просто плоханный день. Поэтому Иисус начал бы начать свое утро с молитвы. Он бы встретился с Отцом рано утром. Все великие мужья и женщины Бога, они были людьми, которые вставали рано утром, чтобы встретиться с Богом. Когда Иисус сделал замечание ученикам в саду, Он их упрекал за то, что они... Они не молились, то бишь, спали. И он об этом также говорит, что Дух хочет, бодрствует, но тело никак. У кого из нас есть Дух, который вот хочет бодрствовать, а вот тело, которое не хочет? Вот это хорошо. Вы как ученики. Так что вы нормально, вы подходите. Тут написано, что Иисус встал рано-рано утром. Весьма. Один муж Божий в христианской истории. Он сказал, что у него было столько всего делать, что он должен вставать за 4 часа раньше, чтобы помолиться. Он понимал, что его молитвенная жизнь является эффектом того, как будет его служение. Поэтому Иисус начинал свой день с молитвы. Но мы также можем видеть, что он не просто молился во время того, как он ходил по городу, или во время действия какого-то. Сколько из вас молились во время или по пути? Молились, пока вы там одеваетесь. Пока вы там чистите зубы. Молились, пока вы там идете по дороге. И Библия говорит, что мы молились, не переставая. Постоянно, да. Он говорит, это все хорошо. Но нам все же надо делать так, как делал Ишуа. Написано, что он встал и ушел в уединенное место. То есть, он сам ушел, чтобы быть один-один с Богом. В тихом месте. Чтобы его не могли дергать во время того, как он имеет общение, причастие с Богом. Очень важно, что когда мы молимся, нам нужно все наше «я» быть в тех же руслах, в молитве, чтобы быть с Богом. Библия говорит, что мы тело, душа и дух. И во время молитвы мы подчиняем себя, наше тело, душа и дух Богу. Все остальные вещи, которые нас отвлекают, мы оставляем позади. Мы не просто хотим услышать шепот Бога. Мы хотим встретиться с Богом. Мы хотим видеть Бога. Мы хотим Его почувствовать. Мы хотим быть наполнены Богом. И поэтому, Иисус бы уходил, чтобы вы не отвлекали другие люди. Иногда это может быть сложно. Становится намного сложнее, когда ты женат, и у тебя есть дети. У кого есть дети? У кого-то есть дети? И ее сын? Тогда вам легко. Нет детей, нет шума. Очень важно находить то место, где вы можете быть наедине с Богом. И очень важно иметь то особенное время, когда вы можете быть едины с Богом. Что мы не просто пытаемся пристроить Бога в наш ежедневник. Но чтобы мы пристроили наш день вокруг Бога. Это почти как десятина. Что мы отдаем Богу наше время сначала. Что мы даем наше время Ему. И это то, что делал Иисус. Вы сейчас можете подумать, когда вы можете дать это время Иисусу, Богу. Вы сейчас можете представить, когда вы сможете дать Ему это время. Может быть, вам надо чуть-чуть раньше встать. Вы можете выбрать, что чуть-чуть раньше встать. Кто из вас хочет это сделать? Давайте покажем руки. И, может быть, нам надо выбрать это место. Где это место, куда вы можете пойти? Чтобы закрыть все остальное. Никаких шумов. Не радио. Только ты и Бог. У меня был друг в колледже. У которого был огромнейший шкаф. И в этом шкафу был такой здоровый полка. Здоровая полка. И для того, чтобы он мог уединиться с Богом, он открывал шкаф, залезал на эту полку и закрывал шкаф. И он находил там место, где это было тихо. И его удинялся, его никто не трогал. Но ты делаешь то, что тебе надо сделать. Потому что мы говорим, что это самая высокая должность, в которой мы можем быть в призвании. Поэтому мы видим, что изначально Иисус был человеком молитвы до начала Своего служения. Но мы также видим, мы также видим посередине Его служения, что Он тоже был человеком молитвы. От Матфея 14, глава 23 стих. И после того, как Он отпустил народ, Он вошел на гору помолиться наедине. Он вошел на гору помолиться наедине, и вечером остался там один. И вот это вот то, что случилось, это было посередине того, посередине, ну как бы, во время служения Иисуса. Мы видим, в начале Его служения, Он был человеком молитвы. И даже посередине Его служения, Он был человеком молитвы. Не позволяйте с тебя быть настолько занятым служением, что вы теряете этот момент, когда вы с Богом вместе. Есть очень много людей служения, которые не являются людьми молитвы. Есть люди, которые начали рано в своем служении молиться. Но когда начало расти их служение, их навыки начали, как бы, они начали развиваться, развивать свои навыки. Они начали больше время отделять служению, нежели молитвы. И получается, что их служение есть, у них есть форма идеальности, форма правильности. Но они не имеют всю силу Бога. И поэтому служение начинает иметь такое ощущение, что оно показывает, кто являются этими служителями и что они делают. Это все для их служения и все о их служении. И потом мы видим, что рука Божья не на их служении. Потому что они перестали быть людьми молитвы. Иисус молился в начале служения и дальше продолжал молиться в служении. А теперь мы, давайте посмотрим, когда Он тут молится. После великого чуда. Вы никогда не замечали, когда дьявол приходит больше всего. В основном приходит, когда вы почувствовали духовную победу. После духовной победы мы seem to be off guard. Как-то выглядит, что после того, как мы получили духовную победу, мы забываем обо всем. И большинство мы видим, как враг приходит, когда у нас есть духовная победа. И после этого великого чуда, когда нам было накормлено пять тысяч человек, Иисус ушел, чтобы молиться. И написано, что Он молился до вечера. И мы также видим, что не Он в начале, в середине Своей служения молился, но Он также под конец Своего служения Он тоже молился. Лука 22, 39-40, Иисус вышел, чтобы помолиться. И вышел, пошел по обыкновению на гору Илеонскую. За Нем преследовали и ученики Его. Пришел же на это место. Сказал, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И мы видим, что Иисус молился в начале Своего служения, в середине и под конец служения Своего. И зная, что Он сейчас отдаст Свою жизнь на крест. Мы видим, что Иисус все же имел это время, чтобы молиться и общаться с Богом. И Он также призывал Своих учеников, чтобы они молились. Даже на кресте Иисус молился. Лука 23-я глава. 34-й 23-я глава, 34-й стих. Он говорит, «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». И такое ощущение, что даже когда Христос был на кресте, Он имел взаимоотношение и общение с Богом. И потом в 46-м стихе «Отче, в руки Твои предают Дух Мой». И потом мы также видим, что последние слова Иисуса это было молитвой. И Он сказал, «Все совершено». И мы видим тут, что Иисус был человеком молитвой. И потом к Евреям 7-я глава, 25-й стих к Евреям. 7-25. Мы говорили это раньше сегодня. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. в начале, в середине, в конце Своего служения Иисус молился. А что Он сейчас делает? Он сейчас молится, ходатайствует. Чем является служение прямо сейчас Иисуса? Молитва. Молитва, ходатайствовать. Он сейчас на правой стороне Бога, и Он за нас ходатайствует. Я вам еще больше скажу, что написано, что когда Он пришел на небо, сел на правую сторону, Он начал молиться, и с тех пор Он не останавливается. Кто-то там говорит, что Я хочу быть как Иисус. Кто из нас хочет быть как Иисус? Как кто из вас хочет, чтобы люди говорили, а Он как Иисус? Кто хочет иметь служение, при котором люди будут говорить, а слушай, Он как Иисус? Но чтобы быть точно как Иисус, это быть человеком молитвы, постоянной молитвой. Если мы хотим иметь служение, как Министри Иисус если мы хотим иметь служение так же, как было служение как у Иисуса, да, нам нужно учиться, да, нужно больше узнавать, да, нам нужно увеличить наши навыки, да, нам нужно понимать людей, но величайшее, что мы можем сделать это быть человеком молитвы в начале нашего служения, в середине нашего служения, даже когда наше служение на пике нашего успеха и под конец нашего служения. Восьмая глава к Кремлянам 26 и 27 стих. Романс chapter 8 verse 26 Кремлянам 8 глава 28 стих. Также и Дух кто из вас знает Духа Святого? Сколько из вас Духа Святого живет в вас? Дух Святой в вас. Иисус нам дал Духа Святого. Написано, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем о чем молиться, как должно. но Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, как мысль как мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Мы очень много говорим о служении Духа Святого. Мы знаем, что люди должны быть наполнены Духом Святым. Мы очень сильно радуемся и выходим в экстаз, когда слышим о проявлении Духа Святого. Нам очень нравится видеть, как Дух Святой двигается во время служения, поклонения, прославления. Мы любим смотреть на силы, при которых Дух Святой показывает, демонстрирует себя. Но тут мы видим, что апостол Павел говорит, что Дух Святой нам дан, чтобы помочь нам молиться. Мы видим, что Апостол Павел Апостол Павел Дух Святой с нами срабатывается въедино, когда мы пытаемся научиться быть людьми молитвы. Написано, что Дух ищет сердце Бога. И Дух Святой говорит в наше сердце. Поэтому есть срабатывание Духа Святого в молитвы. Поэтому мы не одни, когда мы молимся. Мы не остаемся с нашими силами, с нашим пониманием, когда мы входим в молитву, чтобы встретиться с Богом. Написано, что Дух Святой помогает нам, когда нам в наших немочах. Кто из нас говорил, что наш Дух бодр, а плоть слаб? Дух, что приходит в наших слабостях, помогает нам, чтобы мы не были слабы. Это не выглядит так, что Бог стоит сзади, скрестя в руки, и думает, и будет смотреть, когда вы начнете молиться. Он не пытается нас бить палкой над головами, и говорит, давайте молитесь. Он понимает, что мы, как люди, наша плоть слаба. понимает, что Дух хочет, но плоть никак. Он понимает, что очень сложно дисциплинировать нашу жизнь. Поэтому он, одной из причин, зачем он дает нам Дух, это то, чтобы оно помогало нам научиться правильно молиться. Дух Святой в вас хочет вам помочь, чтобы вы смогли встретиться и иметь контакт с Богом, с Отцом. Дух Святой является тем катализатором, который соединяет Бога, Отца, с вами, чтобы вы могли быть одни в вас. Дух Святой дает жизнь в ваши сердца. И Дух Святой родит вот это желание внутри нас. сотворит это желание молитвы. Потому что Он понимает, что да, это самое высокое призвание. кто из вас знает, что работа Духа это не просто чувство? Понимаете, вот если мы решили, мы не можем сказать, ну, сделать так, чтобы у меня было чувство, что я хочу молиться. Я буду молиться, когда я буду чувствовать, что надо молиться. Если мы реально бы молились, когда мы просто захотели, когда мы почувствовали, что можно молиться, сколько мы бы реально молились? Мы бы не делали много молитвы. Но Дух Святой даст нам желание молиться. И это там, где начинается молитва. Он начинает с желанием. Вы хотите видеть, чтобы Бог делал великие дела? Вы хотите видеть, чтобы ваша жизнь была трансформирована? Вы хотите быть эффективными в служении? Вы хотите быть эффективными в начале? Вы хотите ли вы быть эффективными, когда вы будете в середине вашего возраста? меня уже считают средним возрастом. Мне 50. есть намного меньше людей в служении, кому 50, нежели людям, которые 20. Короче, в общих словах, больше лидеров, которым 20 лет сейчас в церквях, нежели людям, которые по 50. статистика говорят, что тысячи служителей ежемесячно Написано статистика того, что тысячи служителей ежемесячно покидают служение. Они просто истощаются. Они теряют свою эффективность. Теряют свою радость. и это становится как постоянное. Нету силы в их жизни. Они просто уже все у них не могут. И они сдаются и уходят. Почему? Потому что они во время своего служения не жили жизнью молитвы. я сидел там, где примерно вы сидите сейчас примерно тысяч лет назад. У меня были великие ожидания. Я видел себя делая великие вещи. Я буду проповедовать толпе. спасать мир. Как и многие другие. но ключ в силе, чтобы была сила, чтобы она продолжалась, приходит от постоянной жизни молитвы. я хочу ободрить вас. Начните сейчас. Не потом. Сейчас безумное время. Есть слово от Бога сейчас. Есть слово от Бога сегодня. хлеб будет готово утром. Свежее, новое, живое каждое утро, которое для того дня. Но у тебя, ты должен быть дисциплинирован. ты должен сказать, у меня есть желание, но я также буду дисциплинирован, чтобы устроить жизнь молитвы. мы можем попросить, чтобы Дух Святой это сделал в нас. Сотвори во мне желание. Дай мне жаждать. Боже, мы хотим, чтобы ты был намного сильнее, чем моя плоть. я выбираю, чтобы распять плоть. Я выбираю, чтобы себя поставить, отделить себя, чтобы быть жизнь молитвы. Роди это во мне, Дух Святой. я хочу быть как Иисус. Я хочу быть мужчиной или женщиной молитвы. Я хочу следить и ходить за Иисусом и молиться, как Он молится. Я хочу уединиться с Отцом. Только я и Бог. входить в комнату трона. Я хочу видеть Его. Я хочу знать Его. Я хочу слышать Его. Я хочу, чтобы Он меня напомнил. Я хочу, чтобы Он меня дал силы. общаться с Ним. Каждый день. Я хочу быть измененным каждый день. Я хочу быть наполненным каждый день. Я хочу свежий хлеб каждый день. Слово на тот день. я хочу быть использован Богом. Поэтому я себя отделяю быть человеком молитвы. Я выбираю оставить остальные вещи, чтобы я мог быть человеком молитвы. Спасибо, Дух Святой, за то, что Ты мне помогаешь. в моей слабости. Спасибо, что Ты даешь желание молитвы. Спасибо, что Ты помогаешь соединиться с Богом. И помогаешь мне молиться. Ты помогаешь мне молиться сердцем Бога. И помогаешь мне общаться с Богом. Отец, я хочу, чтобы моя жизнь была жизнью молитвы. Во имя Силы, во имя людей. Аминь. 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 Продолжение следует...